В Спарке, я же говорю тебе, что это точно было зимой, а не летом. Как летом может пойти снег? Такая погода бывает только зимой. У нас же много видео и влогов, давай проверим. Включай телевизор. Привет! Сегодня идёт сильный дождь, поэтому мы со Спарке решили остаться дома и вспомнить наше приключение на земле. Давай с нами. А заодно мы расскажем, как называются разные погодные явления на английском языке. Готов круто провести время? Похлопай, если готов начать. Офигенно! Давай начинать. Спарке, включай телевизор. А да, я обожаю этот влог. Мы тогда полетели в отпуск со Спарке. Помнишь? Я всё время валялся на пляже и грелся на солнышке, пока Спарке отдыхал в буфете. Погода была солнечная. Знаешь, как сказать солнечная погода на английском? Sunny? It's sunny. Sun? Это солнце по-английски, а солнечная погода это... Sunny? А теперь ты скажи. Sunny? Sunny! Ву-ху! Круто у тебя получилось. Эх, вот бы сейчас тоже лежат на пляже под солнцем. Интересно, а как поживает тот пёсик, которого мы встретили? Он, видимо, профессиональный отдыхальщик, раз он всегда живёт на пляже. Ой, я помню это. Я только прилетел на землю и влюбился в земную еду. Особенно в пончике. Поэтому я постоянно покупал их, несмотря на погоду. Даже в этот раз, когда на улице было облачно и было много тучек. По-английски такая погода называется... Cloudy. Cloudy. Это значит облачно, а просто облако называется... Cloud? А теперь ты скажи. Cloudy. Cloudy. Ву-ху! Отлично! Я так много ел пончики, что даже решил записаться в спортзал. Но оказалось, что там не продают пончики, а откуда брать энергию для тренировки, если не есть пончики. Вот и я не знаю. Я вспомнил, как впервые столкнулся с дождём на земле. Тогда я подумал, что небо сломалось и начало протекать. Ха-ха! Напомню вам, что дождь по-английски это... Rain. А дождливая погода называется... Rainy. Rainy. Я уже привык к такой погоде, а вот Sparky до сих пор очень не любит дождь и мокнуть. Ему после этого нужно долго сохнуть на батарее. В Sparky дождь это ещё не так страшно. А вот когда к дождю добавляются гром и молнии, вот тогда становится по-настоящему страшно. Потому что это уже настоящий шторм. Вот об этом я и говорю. Такая погода по-английски называется... Stormy. Stormy. А теперь ты скажи... Stormy. Stormy. Супер. Супер. В такую погоду лучше сидеть дома и смотреть мультфильмы. Точно. Мы же смотрели наше со Sparky видео. Давайте продолжим. Ой, это же влог про наше Рождество. Ребята сделали мне лучший подарок. Телескоп. Как сейчас помню, как мы смотрели в телескоп на мою родную планету Infinity 5. Шёл снег и было холодно. Такую снежную погоду на английском языке называют... Snowy. Snowy. Попробуй и ты сказать... Snowy. Snowy. Молодец. У тебя хорошо получилось. Мы со Sparky просто обожаем снег. Потому что можно лепить снеговиков, играть в снежки и не стричь газон во дворе. Мы немного соревнуемся с соседей, у кого красивее газон летом. А зимой из-за снега, газоны у нас одинаковые. Как хорошо, что у нас такой классный дом и в такую погоду мы можем спокойно сидеть тут и смотреть телевизор. А помните, как мы строили наш со Sparky дом? Тогда ещё поднялся сильный ветер и наш дом сдул из-за неочевидной конструкторской проблемы, как сказал бы мой батя. Или просто потому, что наш дом был круглый, как сказал бы я. Такая ветреная погода по-английски называется... Wendy. От слова... Wind. Ветер, поэтому запомните. Wendy. Ветряная погода. Wendy. Wendy, теперь ты скажи. Wendy. Wendy. Еп-еп-еп! Теперь ты знаешь, как называется погода, когда лучше всего запускать воздушных змеев и хуже всего строить круглый дом. Ого, дождь закончился. А значит мы скоро сможем пойти гулять. Но перед этим давай повторим всё, что мы сегодня выучили. Sunny. Sunny. Cloudy. Cloudy. Rainy. Rainy. Stormy. Stormy. Snowy. Snowy. Windy. Windy. Уф, мы отлично с тобой поучились. Не забывай повторять новые слова и заглядывать на наш со спарклзом канал. У нас будет ещё больше новых познавательных видео про английский язык. Пока. Понравилось учить новые слова с Бадди? Устанавливайте приложение, вас ждёт ещё больше новых слов и настоящего общения с Бадди. А также множество мультфильмов и образовательных игр для изучения английского. Попробуйте учить английский с Бадди бесплатно по ссылке в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok